Лёха Иркутский Вор законе, живущий по современным понятиям, который в криминальной среде сумел неплохо себя реализовать. Гудына Алексей Геннадьевич родился 24 апреля 1974 года в Иркутске. Впервые перед судом предстал в 1992, на тот момент ему едва исполнилось 18 лет, но Лёха Иркутский смог скрыться от правосудия и сменить свои документы. В возрасте 25 был коронован воры в законе, относится к современному типу законников. У него есть счастливая семья, престижная недвижимость и неплохой стабильный доход. До момента коронации никогда не бывал в местах лишения свободы. Кстати, согласие на назначение этого титула, ему дал влиятельный авторитет Дед Хасан. Скрывался вор в законе на протяжении 10 лет. Позже он был объявлен в федеральный розыск. Чтобы избежать наказания, он пошел на самые крайние меры. Сымитировал собственную смерть, подключив при этом всевозможные структуры. И против Гудыны Алексея было прекращено дело. Но два года спустя, в 2003-м, он был замечен на похоронах у своего приятеля в Грузии. В этот момент милиция вновь заинтересовалась этой криминальной персоной. Но привлечь его к ответственности так и не удалось. Так как срок давности преступления на тот момент уже истек. Единственное, что грозило Лехе Иркутскому, административная ответственность за создание фальшивых документов в виде всего лишь 10 тысяч рублей штрафа. После того, как вор в законе сымитировал собственную смерть, сотрудники правопорядка начали внимательнее к нему относиться. И при появлении любых подозрений на преступные деяния, его задерживали и доставляли в следственный изолятор. Неоднократно он пребывал здесь из-за грабежей. В 2004-м, после очередного задержания, Леха Иркутский стал организатором голодовки, которая проходила по всей Ленинградской области. По официальным данным, в ней приняло участие около 5 тысяч арестантов. Это была своего рода акция неповиновения. В 2007-м московский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Позже по аналогичной статье состоялся еще один суд. Но срок для заключенного продлен не был. На свободу он вышел в октябре 2011-го. Очередная судимость его ждала уже в 2015-м, когда Леха Иркутский незаконно пересек границу. На этот раз срок наказания для него составил всего 5 месяцев. В 2016-м Алексей Гудына отправился в Ростов-на-Дону, где планировалась воровская сходка, на которую должен был решиться вопрос о том, кто станет преемником Шакро-Молодого. Леха Иркутский неплохо подходил для этой роли, и у него были все шансы стать смотрящим. Но в аэропорте Пулкова он решил предъявить фальшивые документы, за что его тут же арестовали. Но позже выпустили с подпиской о невыезде. Суд по этому делу состоялся лишь год спустя. В зале заседания вор в законе заявил, что в аэропорт он прибыл для того, чтобы отправиться отмечать годовщину свадьбы со своей супругой. На эту дату ему подарили поддельные документы с фамилией его жены. После отдыха он положил подарок в ящик. А когда друзья позвали его на рыбалку, то он в торопях ошибочно перепутал настоящий документ с поддельным сувениром. И по стечению обстоятельств как раз в этот момент был задержан в аэропорту. Суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства и назначил ему административное наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей. Подписка о невыезде в этот же день была снята. 5 июня в Великом Новгороде задержали 46-летнего жителя Санкт-Петербурга, Алексея Гудына, более известного в криминальной среде Коплёха Иркутский. Операция проводилась с силами сотрудников ГУР, МВД, ФСБ, а также новгородских и петербургских полицейских. Задержанному предъявлено обвинение по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова